всем привет на канале конст лайт проект поговорим жизни поговорим о понимании немцев европейцев вообще тех кто тут живет и работает ситуации когда только начиналась эта крупного масштабная война на работе там есть такие скорее всего русские немцы из казахстана ко мне подходит немец местный и такой типу шо типа путин охуел вообще типа война да а мне типа там вот владимир говорит типа это ничего это просто там специальных типа военная операция причем этот тип живет тут работает уже давно на предприятии которые принадлежит американцам и чехам которые делают подшипники подшипники которые используются и космической и в авиапродукции и у зубного врача в сверле и в дронах разумеется и конечно же вместе с войной там заказы пошли вот и что эти люди работают на таких предприятиях и не представляют себе ну чтобы было если бы случилось то что они хотят или также большинство не понимающих среди местных немцы все партии там альтернативы там так далее даже вот сейчас там атомный флот или что они радуются там что типа ой а шо нам типа ложится под американцев а по факту вы живете уже 80 лет в этой системе ну и как бы немножко неплохо живете даже вот по сравнению со мной да там я по сравнению с такими просто бомж снимает квартиру у кого нет своей недвижимости здесь у этих там такие дома а инфамилии там с гаражиком хорошем райончике работа высокооплачиваемая причем на кого работают понимать платят налоги там и вот если бы случилось так украина упала пола пола бы не дай бог и они ближе бы стали и у них было бы больше ресурсов терроризировать местных они не понимают думаю тут это все там полезные ископаемые там что у нас брать мол это самое они все еще думают тем мышлением отдельным они понимают что такое план маршала что было поставлено германия на ноги кто-то скажет там теории заговора что да там американцы свои то предприятия не бомбили они побомбили типа частные дома там и город и такое было но сейчас запад не хотел этой войны и абсолютно не был готов и не американцы подстрекали блин московитов прийти туда подки и там и требовать себе там все запорожье донецк все что по факту они же сами признавали что украинская то есть противоречие мы живем в этом мире они вздыхают тут если им чуть-чуть подождать там врача нужно и так далее а то что это вообще уважение к работе должно быть какое-то и если тебе не надо там работать или да а если ты у врача значит тебе ну как минимум хотя бы на этот день не надо и вот там возмущается женщина коренная немка я не буду ждать ты 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 и ушла ты же сама приходишь со своей проблемой не будешь ждать твою проблему блин не обработать я тоже уходил иногда от врачей но когда я вижу что тебе реально относятся с пренебрежением прям и знаете лишний раз какие-то болевые ощущения испытывать или пить какие-то таблетки от которых потом хреново а потом она хочу а у там что-то другое пропишет какие-то эксперименты есть такое большинство и конечно тяжело найти это дельцы бизнесмены которые там просто делают деньги скачивают там со страховки ну поэтому меня три раза больше неприятно когда такое происходит у какого-то нормального врача в каком-то нормальном практике где стараться работать просто тяжело мало времени много пациентов что-то такое надо чуть-чуть подождать и вот они там это самое развинчивают ну и скорее всего такие вот и голосуют за эти партии то есть для них это просто почавкать поговорить о чем-то там я не знаю хайповым там или еще что а для людей это это жизнь они живут реально под бомбежками там под ракетами и приграничные на районы уже тоже это все равно не не понимают что это все началось совсем с другого а потом они скажут нас провоцировали заставили нас вынудили развязали руки всем добра и мира слава украине а еще смотрел тому янины соколовой последний какой-то выпуск и она стоит центре киева как раз рядом с такими зелеными штучками которые сделаны для того чтобы дома не обваливать ну штучки то покрашены видимо свеже покрашены но вот эти вот ходы там закрытые чтобы дома не обваливались вот как раз этот персонаж и которым я говорил вот у него вот такая машина ну сейчас пройдемся тогда покажу какой у него домик был вот и получается что вот такого рода домиках он и живет машинка гаражик и так далее просто посмотрите какая идиллия и там их армия голая полностью а тут еще и тут еще и война так вот если вернуться назад крещик крещатику там вот эти штучки чтобы не обваливались старые дома от стройки там где проходы стоят за закрытые досками зеленым покрашены были еще при советском союзе также зеленым покрашены но это в принципе как бы временно типа сделано чтобы потом как бы что-то сделать созданием и как бы его не это сам ну и сразу же там вернемся к истории что вся одесская область или немецкие поселения вот с таким крышами с такими черепицами вот и это было еще до второй мировой войны там людей покидала конечно когда наступали они своих и крестьян туда заселяли а потом они же оставались как бы заложниками их ссылали куда-то в таджикистан тазахстан на целину ну в общем как то так то есть как бы сами не берегут не могут защитить то же что где они живут и не ценят это да у них все там злые там те злые все не понимая что тут уровень еще повыше чем в америке тут страховки есть не приходится без медицинских страховок работать на двух работах и тут эта система работает вот они живут вот в таких вот домах тут и ездят на таких машинах работают на работе которая фирма принадлежит блин американцев и такую херню выпиливают да а потом они все захотят 5 параграф на то будут кричать помогите нам помогите нам